И о том, что сейчас происходит в Запорожье, узнаем у главы областной военной администрации Александра Старуха. Он с нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, россияне в очередной раз зверски обстреляли жилые дома мирных украинцев. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация на месте атаки? Какая последняя информация о количестве погибших, пострадавших и что происходит? Продолжается работа, которая направлена на ликвидацию последствий аварии. И, соответственно, к сожалению, увеличилось количество погибших на сегодняшний момент. И число достигло 27. Это женщина, о которой только что вы рассказывали, в частном секторе в центре города. И в доме по центральному проспекту, в Соборном. Соответственно, количество жертв возросло уже до шести. К огромному сожалению, количество жертв, скорее всего, будет расти по тем цифрам, которые родственники, с которыми прогрели соседи, составлены. Работать будет все время. Завалы очень большие. Надеемся, за сутки разберем полностью. Александр Васильевич, то есть сейчас под завалами еще находятся люди. Можете сказать, сколько людей числятся пропавшими без вести на данный момент? Пять человек минимум. На опубликованных кадрах с места атаки, которые мы только что показывали в сюжете, видно, что дома, некоторые подъезды полностью разрушены. Расскажите, что делать сейчас людям, которые потеряли свое жилье, где их будут размещать? Город, соответственно, организовывает размещение, городские власти дали людям помощь в центрах временного размещения, в школах. А дальше в тех коммунальных закладах, в городах, которые есть. К счастью, хочу сказать, что количество жертв было бы больше, если бы не эффективно сработавшие службы. 21 человека спасли в домах, вытянули. Сейчас вы демонстрируете это. Благодаря нашим летувальникам и врачам жертв удалось частично избежать больше. Но, тем не менее, обстрелы были абсолютно не только молодому человеку с проспекта. Непонятно, зачем туда было. Никому непонятно, зачем туда стрелять. Это был чистый акт терроризма. Стрельба по жилому сектору. Причем это не единичная ракета, это серия ракет. Все из них попали или в жилые дома, или возле жилых домов, где не было ни военных объектов никогда, ни ничего такого, что связано с военным действием. Александр Васильевич, а идет речь о применении российской армии ракет С-300? По предварительным выводам экспертов сразу это С-300. Это ракеты, которые летают приблизительно 90 километров. По прямой выпускаются с оккупированной территории. Если раньше они часто выпускали, вчера были приходы утром по объектам инфраструктуры, то это первые приходы, которые были сделаны по жилым домам, многоэтажным. Соответственно, вчера сторона оккупантов сказала, что они будут консультироваться с населением по поводу территории, которую они решили включить в состав. А сегодня, видимо, в такой форме решили общаться с людьми. Скажите, как этот терроризм сейчас отражается на настроениях жителей Запорожья? Ясно, что люди в такие удары прямые, которые были нанесены, немного взбудоражены, понятное дело. Ясно, что. Но, тем не менее, то, что я видел сегодня с утра самого, я сам живу в 200 метрах от места нанесения этих ударов, это центр города практически. Люди собирались, наоборот, помогали один другому, готовы были участвовать в разборке, создавали уже группы. То есть все люди готовы, все люди, большинство людей понимают, что это война, Запорожье тем более биться периодично, а последние месяцы регулярно. Поэтому, так же, как и Бердянск, Орехово, Гулейполе и Камышвах, Каныш и Степногорск, областной центр теперь стал вмещанием для оккупационных войск. Александр Васильевич, а если говорить еще о людях, которые сейчас на оккупированных территориях Запорожской области, имеют ли они возможность сейчас покинуть эти территории? Работает ли КПП в Осидливке? 183 человека за предыдущие сутки выехало, 36 из них дети. Немного приоткрылась дорога, хотя по сравнению с теми тысячами, которые выезжали на прошлой неделе и до этого, каждый день это, конечно же, капля в море, но тем не менее мы надеемся, что коридор будет расширен и мы сможем, соответственно, больше людей принять и отправить дальше в более спокойные регионы нашей страны. Люди готовы выезжать, мы ожидаем, несмотря на всю пропаганду, которая происходит с той стороны, зима очень тяжелая будет для всей страны, а для территорий оккупированных, если не будет оккупация, она будет катастрофически тяжелая, потому что ни энергодар, который от атомной запитан был, не сможет теплом быть обеспечен, ни остальные территории, которые без газа. Александр Васильевич, спасибо вам большое за оперативную информацию. С нами на связи был глава Запорожской области, военной областной администрации Александр Старух.